ну-ка давайте максим вот так смотри как у него хорошо получается саша в другую сторону а ну-ка там давай-ка кирилл как что он говорит там у кирилла счетом не ловится что у тебя ты вот на той поди со стороны вон на то их вон тарзанка бегом на ту ну-ка давай вижу покажи класс только голову не наклоняйте держитесь а они держатся вишверю у них подстраховочная опа маленько промазал остановится должен залезть остановиться чтобы не крутится ну-ка о посмотрела на как получается у него хорошо а еще кирилл ты не пойму иди сюда тогда здесь ему там не нравится нравится ему он хочет здесь на этой но конечно видишь какие сделаны тарзанка называется иди сюда максим ну да ему пусть прокатиться маленькая держись ну-ка попробуй у нее хорошо получится он как дети любят высоту я пришел как-то один парень пришел сюда набрал ножей и когда качнется на ходу чтобы нож ватнуть столб бросить вот брат ты мой так я ребят попрошу всех туда вернуться как нашему крысу пойдемте там поговорить нужно пойдем сюда пойдемте здесь мы не только побудем останови чтобы не крутилась а пойдемте мы тут разговор должны закончить один это идем ко мне мы рядом тут живем вот это домик называется скворечник он так и похожим него скворечник так ребята станьте как мы сейчас разговаривали от стояли в каком положении кто где стоял на это место станьте также одеты что были как разговаривали ближе ближе подойдите а вы слышали что такое когда фильм снимает то делает дубль не знаете а что такое обещание так подожди кто-то один пускай говорит и говори держи кирилл говори что такое дубль дубль что такое так подожди договори саша это значит то что несколько раз снимает одно и то же а зачем а зачем чтобы хороший кадр получился если плохой дело другого кадра другой дубль дубль означает что повтор повтор съемки только в лучшем виде потом из этих вырезает где самое хорошее бывает дубль повторяется многократно режиссер говорит неправильно выражение лица не то вот сейчас мы здесь побудем и зайдем ко мне я вам там покажу один эпизод из фильма вечный зов советские времена поставили такой фильм смотрел там есть что видели да я смотрел да не патриотический такой фильма о войне и вот самый момент такой трогательный когда она его встречает безногого и ищет демьяна по моему да демьян нету не демьян не демьян не демьян кирьян а кирьян да она кажется анфиса была я такая стерва такая стерва и она ему там изменяла и прочее а потом она поняла кто он такой он добрый души человек вот самый момент встречи вот это и как он заплакал это это нельзя придумать так я хочу чтобы наши разговоры вот этот дубль повторить сейчас саша полностью повтори как ты говорил как отвечали сейчас еще один раз повторим это дело это очень важная поучительный урок и ты также все припомните как было потому что там и гости просто говорили дело в общем когда мы этот денег сделали коровам а жерди вы прям помогали привозить ну все помогали же из столбы вы четверо ребята очень хорошо работали я теперь решил вас послать в степь чтобы вы коров там попасли маленькие пригнали и вас тут заснять чтобы вы увидели плоды своего труда ну владимир юрьевич меня понял да это урок когда ребенок видит плод своих трудов у него настрой другой бывает а русную они распутали проволоку там проволока была у хозяина до давняя заброшена проросла в нее деревья вросли и все это пилить приходилось на ваших глазах уже и потом я сказал ну тогда подойдите и на это прястло то есть можете сесть там четыре жерди у нас загорожены мы отдали 400 метров жердей это же не игрушка березовые крепкие и загородили 567 квадратных метров это серьезная работа и они сейчас лежат коровки то не вняше они сантиметров на 20 погружались в грязь ложась прямо в грязь не видно ровно грязь скрывала как будто ног у них нету а сейчас они свеженькие ну я ушел потому что утром не было связи с интернетом у меня тут материалы и там люди спрашивают вопросы надо ответить я побежал скорее прихожу а ребят нету я мотнулся потом гляжу через деревья то они залезли туда в день их коровам я и говорю там опасно там будущие буки есть будущий бык это может броситься беспричинно он подумать что ты как будто бы мешаешь ему там сферу его захватил у нас было так однажды мы обедаем здесь в лагере сидели смотрим теленок идет но сначала увидели человека грязный грязный порванное на нем все и он так согнулся шагает кое-как а сзади за ним идет теленок мы не поняли все вставили за что это откуда такое на вождение оказывается это игорь барабаш пошел пасти он такое игорь ну как это не строгий так сказать не взял не его не палку ничего с собой то а у нас был йоркширской породы бык это вообще серьезная вещь с ним не приходится играть вот видишь вот какое послушание у дяди никиты каждый раз водить шарика все веди его на место сейчас он мешает тут запись идет ой шарик это всемирно известная собака маленькая собачка с большим сердцем мы говорим вот видишь я опять отвлекаюсь на это вот и у него память не очень я стараюсь чтобы развить память и даю определенная форма послушанием вот он каждый день подмести вечером надо в комнате утром за гальянами сбегать а днем мимо идет шарика и шариком бежать только бегом а утром позвонит рано мне в 4 40 вы видели как он делает вот все я когда глянула вас там нету и вот я припоминаю этот случай когда ближе то подошел мы глядим это игорь барабаш староста нашей деревни игорь александрович когда он исчитал книжку в икширский бык напал на него вот можно открыть вот это то я покажу конкретно посмотрите вот это вот вверх урок вот этот рок это его я шерстов быка вот рядом это баран и рога вот поближе это козлина вот этот отдельный рок это его огромный такой рок был бык ну это очень ценная порода английская ну и он на него напал и начал его бодать и вот где здесь бедра он попал не в живот он земле продал урок то сразу протул одежду и с островой с землей туда в раны все не вену не порвал вот господь так сделал то а у него теленок был такой приручен и он за ним увязался и сниму идет часы ну и что тут больницы конечно его он долго лечился и уколы делали я этот вспомнил и вы туда спрыгнули я закричал скорее оттуда вылазьте и я оттуда выгнал их ребятишек и говорю там станьте под кустами то стойте пока обед тоже полчаса осталось до беда потом когда мы пришли на это место вот сюда стали поближе чтобы не далеко не по поближе друг другу вот так вот вот я говорю а кто из вас первый туда соскочил кто заводила этому ты вот он говорит показал на него я говорю саша то ты взял как нет а кто это сделал кирилл я видел что саша первый полез за палкой ну ты лёша сделал бы это сделал ты первый нет нет я потом делал я просто не заметил там ящерица и я потом после к после каких-то душе после кого-то залез второй третий так вот максим говорит что сделал это саша первый и кирилл подтверждает это ты там был первый ты когда прыгал туда кирилл коровом туда там уже саша был был саша говорят что ты первый это сделал ну-ка припомни так нельзя тебе вообще в другом времени говорит я о конце говорю то есть я говорю о начале а не о конце так как о конце разговариваешь нет о начале так о начале самый первый кто самый первый сделал шаг туда в самом начале? да да самый первый вот самый первый шаг туда нет я там забор наступился как за забор держался да там это у меня это ну так ты первый был получается нет я спустился вот вот тут забор вот тут я и все ну так ты первый был забор то и ты значит туда за забор спустился к корове да ну я ведь залез потом ну ну все значит ты первый получается раз такое случилось так ведь ну все ты же поставил ногу туда Получается, ты первый. Так ведь? Больше-то никак не объяснить. Дальше у него как-то было... Это здорово, Кирилл доказывал, что нет его. Какие-то доказательства-то. Нам нужно повторить это как было. А Максим говорит, да давайте проголосуем. Ты сказал? Да. Ну и за что проголосовать-то надо? Кто считает, что Саша первый залез туда? Что Саша первый. Ну и как проголосовали? Кто за то? Держите руки, я посмотрю. Ну видите как? Я не видел, не знаю. Но давайте проверим по-другому. Так, опустите. Трое у вас все, то есть 100%. Так, а все же первый был Леша. Первый заскочил он. Кто за то, что Леша? Проголосуйте. Демонстративно руки скрестили. Не один, даже Саша. Знаю, что тот за него голосовал. И Владимир Юрьевич тоже не проголосовал. Так, Кирилл это сделал первый. Угу. Ну, ну один. Так. Ну а теперь что? Максим первый сделал это. Спрыгнул к коровам, к быкам. Кто проголосует за это? Даже руки назад. Вот так. Чтобы не соблазна не войти. Ну и что скажешь теперь, Саша? Твои друзья-товарищи подтверждают, что ты первый туда. Да, дал пример им. Ну? Ну они сразу же за мной не полезли. Это из-за ящерицы потом-то. Потом из-за ящерицы. Это Кирилл первый тогда. Все началось с ящерицем. Саша захотел их поймать. Это было за забором. За забором. Потом они коровнику... Кирилл уронил эту ящерицу свою коровнику. И Саша слезли, потом я не заметил, что я уже в коровнике. Ловили ящерицу. Говорят, что ящерица их туда увела. Как? Ящерица говорят их туда увела. Ну ящерица это первая тогда была. Да. Они за ней все потянулись. Нет, это вообще... Вот Максим не согласен, что ящерица виновата. Вот в этом дело, что у нас тут было сахар, нынче прокопали, полезли туда. И я говорю, ну другие-то не полезли. Ну вы увидели? Почему не остановили-то их? Вот Писание из Икииля 3.18 говорит, если ты видел и не предупредил, он погибнет. Но его кровь я взыщу из тебя. Надо бояться этого. Ты рядом был, почему его не остановил? Ты сразу бы стопь его за ноги, там опасность. Нельзя, быстрее назад, чтобы тебя никто не видел. Ведь не один полезли все за ним. Они опасности не боятся. Они не боятся, что... Нет чувства самосохранения у русской нации. А я не знаю, что там бык. А вы же видели там быка? Нет, я видел, кто как-то. Ну там быки есть. А вы слышали про быков, что на них кориды устраиваются, красные тряпки им показывают, они раками поддевают, топчут. Там могло такое же быть, точно так же повториться могло. То есть беда прошла рядом, бог милостивый. Да. Быки усталые были, тем более, если первый раз видят, они свободно броситься могут. Будущий бык здесь. Он ходит все время в стороне от стада. Я говорю, почему? А к нему подойти нельзя. В прошлом году у нас Сергей Павлович был с собаками. Вы видели? Не видели? Я показывал им там. Показывал, да. Но он был раньше, наверное, уехал. И вот он здесь, ему дали, закололи быка, ну и кишки дали. И он требуху-то эту моет и развесил, дай козлы. Ну а дальше-то ничего не знает. Вечером, когда гнали, быки-то учуяли, как они сюда набежали. Там поленница была, козлы все в пух разнесли. Орут стоят. То есть они учули, что убили их брата, зарезали. Их отогнать невозможно. В это время не подходи. Ну на следующий день они опять сюда. Ну я взял с тобой как-то риадор плащ-то так бахать и отступать на него. Да потом на быка-то. Ну он как бы был настоящий боевой боец. Так он бы мне, говорится, требуху-то повесил рядом с бычей. На козле, на котором пили дрова-то. И они каждый раз, и у нас ролик такой есть. Есть смерть чувствуют быки. Вот что могло быть с вами. Так, Саша, осознаешься, что первый ты или нет? Что первый ты залез туда? А дальше-то не было. Я хотел повторить дальше-то дубль. Он первый раз говорил, отрекался, плакал и никак. А вот когда вы были у Устиновых на втором этаже, кто через барьер перелез и вылез на шифер? Вот. А почему сразу не согласились, когда я был? Вы вышли на крыльцо при хозяевах. И говорят, нет, это был Степа. На хозяйскос. Он тоже был. Да. Он с нами лазал. Ну, он отрекся. Тоже его, он врать любит. Это не хорошее дело. Видите как? Вот почему, говорит, если изничтожено, если еще полезное, сделаю, как мои уста. Обошлось мимо. Ящерицу нужно, может быть, поймать, не одну с собой увезти. Но чувство самосохранения должно быть. Вот ты заметь, как воробей ест. Он только клюнет и по сторонам. Клюнет и опять голову поднимает. Ему некогда. И голуби так же. Чтобы его кто не захватил голубя, не съел. Они заботятся об этом. Вам понятно, что я говорю? Вы сейчас пока здесь играете. Вчера мы по малину ходили, колхозные сады заброшенные. Если захотят есть малину, я рядом. Хорошо. Мы пойдем и опять маленько поберем и поедите. Вот видите, как они. Он что-то все время болеет, этот кот. Его коты порвали. У него там плохо заживает. А это его мать сидит. Ну что? Давайте тогда я вам покажу этот эпизод. Ко мне запущу только быстро. Я не знаю, что вы видите. А вы же крылышки говорили. А? Вы крылья хотели нам какие-то дать? Крылья? Два дня назад. Милый мой. Вот они крылья. Я их положил на холодильник и закрыл чашкой. Новые крылья. Пришел, одни перышки лежат. Вот эта вот мать, которая ближе сюда. Она воровка. Настоящая воровка. Солидная. Она залезла их и все съела. Я их вот сюда. Только вот эти перышки остались. Вот можете взять. Вот они лежат. Вот она. Крылышки эти все съела. Вот они лежат. Видите, какие. Я постараюсь крылышки найти где-то. Она слопала их вчера. Посмотрите, тут какие. Но я ее уже не стал трогать, потому что если прошло время, она уже не помнит, за что ее будут наказывать. Возьмите. Я могу крылышки эти крылышки сделать сегодня ночью. Ладно, надо дяде Вове сказать, чтобы он помог мне. Я вам крылышки дам. Там у меня есть крылышки были грачиные, ястребины, от чаек, от индюков, кажется, от уток. Вон целый музей. Ух ты, смотри. Значит, вы специально наверх вешаете, чтобы кошка не съела. Да? Я что не понял-то? Вы специально наверх вешаете, чтобы кошка не съела. А что вешаете? Крылышки. Я их спрятал. По чашку, я покажу, куда. По чашку. Понятно? Она в чашку сбросилась. Там, вверху. Ну, а так нет. А они пропитаны, это музей. Нет, он говорит, вот эти крылышки, которые здесь везут. Да. Он говорит, вы специально их туда прикрепили. Нет, чтобы показать. Показать, чтобы. Это для того, чтобы показать. Все, я интересуюсь. Вот крылышки, я сейчас возьму. А я думала, от кошечки. Вот, посмотрите, вот кому крылышки. Возьмите. Мне белые. О, маленько обтрясите их, полное крылышко. Вот видите, как? Это два крылышка. Одно, дай ему. А, больше нету. Ну, надо посмотреть еще где-то. У меня их полно везде. А вот там есть, есть. Ну, это там уже ничего нет. Там уже, наверное, нет. Это перышко одно. Нет? Есть немножко. Ну, понимаешь, обижают меня кошки-то. Тут где-то, может быть, еще есть подоткнутые. Ага, вон. Дядя Вова, поди-ка сюда. Вон туда руку подсунь, там торчит. Вон меченые. Что там? О, коричневые. Это редкий такой экземпляр. Вот здесь, кажется, было что-то подоткнуто. Ага, вон. Поперек, который крылья. Сожди-ка. Ну-ка, протянись туда. Вон туда дальше. О-о-о. Ну-ка. Это какое? Сера? О, это с перышком. Ну, это уже моль побило так. Моль. Это грачинная. Это грачинная. Это тоже моль поило. Ну, вот где чашка у меня, видите? Вот она отсюда достала. Вот. А они под чашкой лежали. Я прихожу, а на земле только перышки лежат. Вот, я привез рыбу, гальяне-то. Она залезла и прямо из велосипеда вытащила. Ну, воровка. Настоящая. Так, мы заходим сейчас. Ох, как он. Смотри-ка ты. Вот это да. Индейцы настоящие. Индейцы настоящие. Да здорово у него как получилось. Смотри. Вот так. О, ладно. Так, заходим сейчас ко мне. Что?